Всем добрый день! У нас выходные пролетели и мы опять собираем ребенка на учебу. Сегодня я ему испекла тертый пирог с вареньем и пожарила домашние колбаски. Колбаски у меня уже были готовые, замороженные. Я их только пожарила, а пирог испекла свежий, с пылу жару. Для пирога нам понадобится мука, сметана, яйцо, сахар, маргарин или сливочное масло, ванилин, сода и для начинки варенье, любое густое. Для начала мы растапливаем маргарин или масло, затем добавляем сахар и будем все это хорошенько перемешивать, растирать. Перемешали, затем будем добавлять яйцо куриное, одно яйцо мы добавляем. И добавляем 2 столовые ложки сметаны. Если добавить молоко, будет более песочный. Если сметанку такой будет слегка такой мягковатая у нас пирог печенье наше. Перемешиваем все это хорошенечко. Перемешали и будем частями добавлять муку. Но перед этим в муку мы добавляем ванилин и соду, чайную ложечку без горки. Хорошенько это все перемешаем в стаканчики, которым будем просеивать, кружки наши и просеиваем. Еще раз повторюсь, частями, не всю сразу муку просеиваем и сразу будем замешивать венчиком, чтобы мука хорошо перемешалась и распределилась в нашем тесте. Мешаем все хорошенько, затем добавляем еще муку и перемешивать будем дальше. Мешаем, уже тяжело становится мешать. Значит, после этого оставшуюся муку, когда мы высыпем, мы будем уже вымешивать ложкой. Ложкой будет удобно и хорошо вымешивать тесто. Тесто у нас потому что тяжелое, песочное. Затем насыпаем на стол муку. Выкладываем наше тесто. Муки хорошенько сыпем. Выкладываем тесто на стол и будем дальше тесто месить руками. Сильно тесто мукой забивать не надо. Тесто у нас должно получиться мягкое, вот такое вот эластичное. А теперь я тесто разделю на две части. Одна часть будет у нас меньше, другая большая. Большую часть мы отлаживаем в сторону, а ту часть, которая поменьше, примерно третья часть, я ее сейчас возьму и положу в пакетик. И отправлю в морозиловку на полчаса. Можно в холодильник, тогда на час, даже больше. Но лучше в морозиловку. Затем беру пергаментную бумагу, смазываю ее. Если у вас уже пергаментная бумага специальная, которую смазывать надо, то смазывать ее маслом не надо. Выкладываем на нее большой кусок теста и раскатываем прямо на бумаге пергаментной. Вот так вот у нас получается толщины примерно 1 см. Даже меньше, может быть, 1 см. Какая у вас противень зависит. Выкладываю наше тесто на противень, на бумаге. А теперь беру варенье. Варенье лучше брать густое, чтобы сильно не растекалось. Накладываю его на тесто. И буду ложкой аккуратно распределять. На края сильно стараюсь не мазать, чтобы не вытекало, не пригорало. Ну и чтобы хорошо были смазаны тоже края. Вот так вот мы распределили наше варенье. У нас было вишневое. Видите, как у нас заморозился уже такой твердый, хорошо стал кусочек теста. И натираем его сверху на терочку. Поэтому пироги называются терты. Вот таким вот образом мы все натираем. Натерли, распределили. Отправлять будем сейчас в духовку. В духовке оставляем наш пирог, пока он не будет готов, пока не зарумянится. Зависит от духовки. Вот так вот он у нас получился. А теперь займемся колбасой. Колбасой я достала с морозиловки. Она немножко у меня полежала. Я ее выкладываю в сковороду, добавляю воду, отвариваю. Она мне кипит примерно минут 5-10. Затем воду сливаю, добавляю растительное масло и буду обжаривать с обеих сторон до готовности под крышкой на среднем огне. Колбаски готовы. Вот такой вот тертый вкусный румяный пирог. Мы будем сегодня с собой давать сыну. И вот такие вот вкусные домашние румяные колбаски. Это его любимые домашние колбаски.